так ну что давайте совсем вкратце подведем итоги произвольной программы времени совсем уже нету весь день убил часов 15 уже на это потратил на один канал видео выступление заливаю на другой обзоры то есть только работы столько мучений и никто не ценит все только высмеивают и обзывают ну что это такое сплошное издевательство ладно произвольная программа вика морозова казалось бы набрала такую внушительную сумму особенно учитывая ту группу в которой она находилась то есть это не последняя разминка была но опять есть много чего интересного в прокате но нету самого главного если короткая программа еще смотрелась более-менее то произвольная совсем никакая совершенно пустая обычное катание под музыку и даже без презентации музыка отдельно фигуристка отдельно и элементы отдельно музыка была об одном а фигуристка катала что-то совершенно другое так что века в любом случае умница что набрала такую сумму тренеры молодцы но программа совсем пустая безликая вообще непонятно о чем это было надо исправляться дина хуснуть динова но вот это произвольно получше смотрелось чем ее коротко вначале даже была какая-никакая презентация побыстрее был прокат сегодня но все равно вот этого общего фундамента не хватает видно что фигуристке не хватает силенок скорости и возможно даже выносливости немножко под конец как-то все пошло в натяжку не хватает вот этой легкости запасом чтобы и прокат был на одном дыхании полей на плохотна первые 10 секунд были замечательными хорошая презентация была ну а дальше все было очень плохо прокат совсем никакой совсем никакое катание прыжки снова разладились снова полина улетает на луну и не знает как приземлиться ну и самой первой версии вот этой программы было гораздо лучше когда полина катала в этом же платье только под французскую музыку или какая там было я уже не помню но там была улыбка там совсем другая тема была а здесь кроме первых десяти секунд все остальное было очень скучно сони шифрина также совсем не получился прокат именно с точки зрения привлекательности того чтобы хотел смотреть и смотреть все было очень скучновато с прыжками все же есть проблемы и это понятно то здесь играет роль то что фигуристка и подросла ну и плюс вот эта идеальная техника в данном случае с ней будут идти в натяжку многие прыжки маша красноженова но в целом все было очень неплохо даже как-то в этот раз побыстрее она каталась но на протяжении всей программы чувствовалось что как будто бы из нее рвалась какая-то улыбка настоящая живая презентация но маша почему-то ее сдерживала видно что вот-вот и вот это будет но пока никак видна вот эта сдержанность который вот-вот и сойдет но пока никак не сходит как будто бы девочка может очень зажигательно кататься улыбаться душу вкладывать в прокат но что-то ей мешает как вот со скоростью так и с презентацией что-то не дает выплеснуть все это но в целом все было очень неплохо люба рубцова но здесь абсолютно то же самое что и в короткой программе прыжки-то ладно ошибки на них все это можно исправить и поправить но опять совершенно безликий прокат никаких эмоций и уровень катания также был слабый сейчас сезон заканчивается люби нужно основательно поработать над презентацией просто хотя бы научиться улыбаться находясь на льду и над катанием даша садкова но вообще странно у нее костюмы что в короткой что в произвольной в произвольной непонятно что у нее на шее и как-то она то ли не чувствует себя на льду то ли еще чего больше было похоже что она какая-то марионетка и кто-то управляет а ее самой в программе почти нет или какой-то двойник вместо нее катает в любом случае как я уже говорил девочка с большим потенциалом есть из чего лепить но пока что-то не то лепится тем не менее будет интересно посмотреть на нее в следующем сезоне и самое главное чтобы больше не было вот этих странных костюмов какие-то они как будто бы из кукольного театра карабаса барабаса лиза куликова но в этой программе почти все было замечательно я уже не помню что было не замечательно но прокат понравился все смотрелось на одном дыхании программа замечательно костюм музыка катание само по себе вот этот прокат был одним из лучших сегодня если не лучший ну еще раз что касается sony титовый алиса двоеглазовой sony пусть не расстраивается пусть и дальше шлифует свои программы самое главное избавиться сейчас от этой топорности в начале короткой программы и в дорожке шагов произвольной скорости добавить и прыжочки докручивать и тогда будет очень здорово ну а лисочка двоеглазова здесь самое главное избавиться от этих программ особенно короткой у нее и в прошлые сезона когда она еще не перешла в эту группу всегда и выбирали неудачные программы всегда была какая-то гадость то есть совершенно фигуристку не чувствует что там и мусор ставили что здесь девочка видно что способна на презентацию но здесь именно больше лирика и подходит и нормальные костюмы и платья они всякое непонятно что но так что касается прыжков очень хороший прогресс единственного просто вызывает уровень катания его нужно подтягивать будем надеяться что алиса к следующему сезону все это сделает